Измученные видеоуроками школьники перед экзаменами пьют кофе и едят черный шоколад. Впервые тестирование проходит в конце июня. Обычно в это время ученики уже гуляют на выпускных. Во время карантина они учились самостоятельно, а помощь и советы от учителей получали через Zoom, Google Class и другие платформы. Дети с первого по десятый класс закончили учебный год в режиме онлайн, а свои оценки за семестр получили на электронную почту. Нам давали задание, мы его решали и в принципе на этом заканчивался наш учебный процесс. А после этого нам учителя делали видео с разбором ошибок. Да, это было тяжеловато, потому что ты видишь учителя только через камеру, он видит себя, ты не можешь нормально сосредоточиться. Тебе постоянно что-то отвлекает от каких-то сообщений, которые приходят на твое устройство. Материальная база в маленьких городках и селах оказалась не готова к такой вынужденной мере. Учителя всеми силами старались дать как можно больше информации детям, но увы, украинский интернет пока не добрался в отдаленные поселки. Самая первая трудность, это та трудность, что не все дети обеспечены интернетом, конечно. Мы живем в селе, в глубинке и, к сожалению, из десяти моих учеников только у двоих есть интернет, поэтому приходилось общаться как-то по Вайберу. Петиция к президенту Украины о запрете продолжать дистанционное обучение с сентября уже набрала более 40 тысяч подписей при 25 тысячах необходимых. Но все же большинство экспертов утверждают, что альтернативный вариант – это совмещение двух форматов. Я считаю, что дистанционное обучение, оно приемлемо только в определенных случаях. Первый случай – то, что у нас произошло, то есть когда карантин, когда ребенок не может посещать школу, значит, да, тогда эта форма себя оправдывает. Если ребенок болеет, тоже эта форма себя оправдывает. Результативный ли будет этот год для выпускников, будет видно только после всех экзаменов. Дистанционное обучение подразумевает самодисциплину. Я думаю, что для выпускника, который умеет распределять грамотно и четко свой час, вот как раз для таких выпускников это в плюс пошло. Потому что они могли рассчитывать свой час, свои силы, свои ресурсы, нацеливать именно на те предмети больше, из которых они сдают ДНО. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то новый учебный год планируют начать традиционно, без каких-либо изменений, говорят в Одесском департаменте образования. Пандемия действительно внесла серьезные изменения в обычную жизнь украинцев. Сфера образования не стала исключением. Но нельзя забывать, что помимо самих знаний, занятия в школе – это еще и общение со сверстниками. Кристина Черновалова, Константин Нечеред, телеканал «Репортер».